Московский метрополитен. Это огромная и важная транспортная система в жизни города Москвы. Метрополитен есть почти во всех районах Москвы. С каждым годом открывается все больше новых станций, что позволяет сделать метро в шаговой доступности от ближлежащих домов. И этот 2022 год далеко не исключение. Открываются станции московских центральных диаметров, появляются новые и меняются старые маршруты наземного транспорта, ведутся ремонтные работы по улучшению качества перевозок. И метрополитен тоже не отстает от них. Главной стройкой сейчас, конечно же, является Большая кольцевая линия, строительство которой начинает подходить к своему логическому завершению. В декабре прошлого года был открыт достаточно большой участок, а именно от Немников до Каховской. В этом же году, хоть и говорят о том, что перенос открытия неизбежен, я в этом не совсем уверен. 23 июля был закрыт перегон между Петровским парком и Савеловской. Для чего, сейчас расскажу. Участок туннелей и станции между Савеловской и Электрозаводской планируют соединить в эти даты. Напомню, что в данный промежуток ходят три станции. Это Марина Роща, Рижская и Сокольники. Безоговорочно, открытие данного участка позволит экономить москвичам время поездки с пункта А в пункт Б. Но время тут не играет особой роли. На мой взгляд, большая кольцевая линия поможет разгрузить недалеко находящуюся от себя кольцевую линию. Конечно же, открытие перегона Петровский парк Савеловская, возможно, произойдет немного ранее, нежели запланированно. Что, конечно же, не может не радовать пассажиров. Теперь переходим к организации движения поездов во время данного закрытия. Поезда здесь оборачиваются, как и до открытия станции Савеловская, по съезду. Сейчас наглядно продемонстрирую. Состав прибывает с пассажирами на Петровский парк. Там их высаживает. Маневровый машинист тем временем заходит в заднюю кабину. После осмотра состава машинист доезжает до границы съезда на перегоне. Далее основной машинист передает управление маневровому, а тот в свое время съезжает на соседний путь и доезжает до Петровского парка. Звучит музыка. Звучит музыка. Итак, с причиной разобрались, с организацией движения поездов разобрались, а как же добраться до Савеловска из Петровского парка? А тут, для нас, удивление. А где всем знакомый автобус КМ? А всё, кино не будет. Да ладно! На самом деле, здесь он и не нужен, ведь здесь есть множество автобусных маршрутов, главным из которых уделяет Т-42. Другие маршруты ходят, но реже, ибо они не являются главными во время закрытия. Другие маршруты ходят, но реже, ибо они не являются главными во время закрытия. Ну а если вы не разберетесь на месте, то множество информационных плакатов и сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров в красно-желтых куртках помогут вам сориентироваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!